А на Украине всё достаточно жестоко, с ещё большей жестокостью, опять же, начали этот год представители киевского режима. Речь об усилении религиозных гонений, речь об окончательном захвате Киево-Печерской лавры. Мы сообщали, в общем-то, ранее о том, что так называемый договор об аренде, а всё это, на самом деле, киевский режим перевёл в такой режим каких-то материальных взаимоотношений. Между властью и церковью, канонической православной церквью, забрали окончательно Киево-Печерскую лавру, вернее, храмы, в которых проводили богослужения, представители канонической церкви отдали тем, кого называют раскольниками. Там у себя они по-другому их как-то называют, а на самом деле, судя по той картинке, которую наблюдали, отдали людям в камуфляже. Ну и в том числе, видимо, с оружием. Митрополит Павел уже говорил на эту тему, было в том числе несколько воскновений. Назвал он это в прямом смысле надругательством над храмами. Вошли туда, в общем, можно сказать, бесы. И уже непосредственно в Рождество кто-то из журналистов осмелился подойти к нему, спросить. Они не пускают уже священнослужителей православных на территорию Киево-Печерской лавры. Да и вообще прихожан, кстати, тоже не всех пускают, потому что ввели режим обысков, досмотров и не всех пускали. Понятно, развернули большую пропагандистскую кампанию. Мы к этой кампании еще вернемся, покажем, наверное, расскажем, как они все это там подавали. Ну а сейчас вот сам митрополит Павел, настоятель Киево-Печерской лавры, которого теперь, ну, видимо, как выгнали из лавры, как и других священнослужителей. Вот что он говорил непосредственно во время служения. Подожди, на сегодняшний момент у вас есть доступ? Нет, у нас на верхней территории нет доступа, а у нас доступ к той территории, которая была... Они все наши, ну, просто куда-нибудь. Ну и чуть позже, вернее, да, чуть позже появилось видео, это было непосредственно в момент, когда туда входили раскольники, кадры с записанным обращением настоятеля лавры, тоже можем сейчас послушать и посмотреть. Они хотят, чтобы в Украине не было святой церкви. Почему-то никто не воюет против католиков, протестантов, униатов, других религий, а только взялись за нашу церковь, за нас. Почему? Потому что им страшен Бог христианский, им страшна вера, потому что они будут отвечать, хотят ли и не хотят перед Богом за все свои злодеяния. Ну, настоятель давно предупреждал, даже они пытались обращаться к Зеленскому, но все-таки как президент, который вроде заявляет, что они там все одна страна, дал четко понять тем православным на Украине, которые посещали Киево-Печерскую лавру, что никакая они не одна страна, что есть, видимо, правильные украинцы, есть неправильные украинцы. Вот горделиво так он, с некоторой радостью, что ли, да, и таким с грозным видом докладывал на Рождество, поздравлял всех, конечно, хотя вроде бы они там уже объявили, что празднуют они Рождество по католическому календарю и отмечают его в декабре. Но вот заявил, что никогда больше не будет в лавре звучать молитва на церковно-славянском. Очень важно, что молиться будут за Украину, видимо, там по своим, раскольническим традициям. Ну и дальше банальные слова про украинскую независимость, про то, что очень важно беречь настроение радости, хотя сам, на самом деле, он не так уж и радостно-то выглядел, и как про какую-то историческую справедливость он вспомнил. Тут как бы трудно, ну, не знаю, может быть, есть специально обученные украинские историки, которые расскажут, что это такая за историческая справедливость. Случилось сейчас на Украине, что забрали у православных Киево-Печерскую лавру и пустили туда раскольников. Пропаганда, конечно, работает на полное украинское, до таких, если уместно, комичных моментов, которые звучат у них там в их сюжетах. Послушайте, сейчас это вот фрагменты, посмотрите, те, кто нас смотрит, фрагмент одного из пропагандистских каналов украинских, который вещает в том числе на Донбасс, на русскоязычное население. Там показывали восторженных прихожан, которые пришли вот в эту освобожденную от российской агрессии лавру. И что у нас будет наша поместная церковь, где будет звучать молитва на нашем языке, который мы понимаем? Это вот коротенький фрагмент, он восхитителен в своем содержании. Это же с переводом звучит, да? То есть на мове рассказывает это вот, ну, назовем ее прихожанка, можно будет в кавычках поставить, не знаем. И переводит на русский язык, на том языке, который они понимают. То есть этого языка, на котором она рассказывала, на котором она говорила про то, как ей замечательно на этой раскольнической службе, люди, к которым обращаются авторы этой пропаганды, не понимают. И тем, что они переводят, они сами прекрасно, ну, подставляют, что ли, сами себя. Показывают, что их не понимают. И, возможно, уже и, да невозможно, совершенно точно и не хотят понимать, потому что нечего там понимать. И трудно понимать этих нелюдей, которые устраивают откровенные языческие обряды в той же лавре. Ну, вот сейчас кадры, да, это службы, и как раз кадры тех событий, которые разворачивались, безусловно, драматических. Так вот, языческие обряды практически они там устраивали. Уж мы не большие знатоки в тех персонах, которые там представляют раскольническую церковь, вот на том уровне, на котором это в соцсетях все появляется. Но, как сообщают, осквернили могилу покойного представителя Украинской православной церкви, разумеется, московского патриархата, блаженнейшего Владимира, митрополита Киевской ФСИА Украины, и сожгли там монашеские головные уборы. Вот они считают, что так они тоже избавляются от российской агрессии. Посмотрите на эту дичь, вот прямо сейчас. Облили какую-то жидкость, у меня розжига зачем-то. Чуть, правда, сам не сгорел, бутылку бы подальше хотя бы убрал от костра. С восторгом это публикуют, они прямо с могилы видео. Так вот они тоже обретают независимость и, видимо, восстанавливают историческую справедливость. Ну, как раз, кстати, по поводу исторической справедливости, многие обратили внимание из более-менее вменяемых людей на интересные фрагменты недавних программ. Сергея Михалкова, простите, Никита Михалкова, Никита Сергеевича. Так вот, говорил он там о пророчестве одной из лавр украинских. Кстати, ну тут уместно, наверное, пожелать скорейшего выздоровления. Никита Михалков, как мы знаем, в празднике он попал в госпиталь, сообщали об этом вполне официально. Так вот, интересный фрагмент его же программы. Это было еще до того, ну, высказано это пророчество, до того, как вообще началась специальная война и операция. Даже, если не ошибаюсь, до того, как на Украине к власти пришли нацисты. Послушайте. Это пророчество старцев, которое было передано монахами Святогорской лавры. Это пророчество гласит, что воссоединение Руси будет ровно через полгода, как только еретики и раскольники захватят Киево-Печерскую и Почаевскую лавры. Самое главное, что пророчество это было передано в 2014 году, когда еще и помыслить было невозможно о том, что происходит сегодня. Ну, и к этому еще, кстати, вспомнили коллеги другое тоже пророчество. Это отец Иоанн Одесский еще в 2012 году говорил, он говорил, что часть Киева утонет, вторая часть вернется домой. И вымолила Богородица у сына своего еще четыре удела на Святой Руси. Афон, Киев падают, начинаются гонения на монахов, спасутся те, кто от Христа не оступает, а вот духовенство уходит в раскол и ересь несет мирянам. Страшно им будет наказание от Господа, если до начала рождественского поста не покаяться. Ну, многие не успели покаяться до рождественского поста, напротив, на Рождество. Устроили практически бесовские пляски на территории Святой Лавры. Напомню, что Киево-Печерская Лавра теперь ныне в руках раскольников, ну или даже, не знаю, в руках нацистов. Их, конечно, все это, наверное, не особо беспокоит, они радуются, потому что, возможно, это все вписывается в рамки тех самых западных прекрасных ценностей, которые им были принесены тем самым Западом. Ну, иногда они шутят над этим там, на Западе, в Европе. Кстати, даже, ну, забавно у них иногда получается, на религию в целом Запад уже давно наплевал, у них своя новая религия. Вот об этом и Сергей Брилев напоминал, даже до Бразилии докатилось, Лула Досилова там с этими своими ЛГБТ тоже используют как некий политический рычаг. Так вот, мы сейчас уже, наверное, не успеем, там у немцев была шутка, они публиковали ролик, что трудно очень задерживать преступников, потому что при задержании, ну, того, гляди, кого-нибудь оскорбишь. Назовешь преступником, это значит, они преступницы или еще как-то сразу начинаются притеснения. Шутки шутками, а на самом деле все может быть гораздо более серьезно. Это еще одни кадры, тоже про западные ценности, нас тут часто обвиняли, что мы это все пропагандируем. Мы не пропагандируем, безусловно, мы предупреждаем, что вот это вот тоже пыталось какое-то время очень плотно прийти к нам, но было остановлено. Доходит ведь до дикости, они это на полном серьезе обсуждают. Давайте покажем этот ролик совершенно дичайший про то, как дети ассоциируют себя, ну, теперь уже, слава богу, может быть, конечно, не с какими-то сексуальными ориентациями представителями, а с животными. У них это тоже теперь нормально. Послушайте. Женщина ассоциирует себя волком, ее просят как-то прокоммуницировать, как волк, она говорит, нет, не хочу. И дальше кадры, где она воет, потому что она считает себя волком. Рассказывают, что дети в школах ассоциируют себя с кошками. Да, дети, говорят, признают себя животными, и на вопросы, вместо того, чтобы говорить, они отвечают мяу. И учителя не могут ничего им сделать, ну, потому что таковы правила, иначе вот они нарушат какую-то систему правил идентификации. Вот с каким животным себя будет ассоциировать Зеленский, ну, вариантов, наверное, много, можете даже подписать в нашей трансляции, что вы можете придумать, что вы можете ему посоветовать. Но животное, оно, как правило, ни за что не отвечает, потому что оно животное, тем оно и отличается от человека, оно не способно осознать свою вину. Хотя некоторые, ну, есть иногда ощущение, что способны, даже из домашних животных. А это животное, которое правит сейчас киевским режимом, ну, пока делает вид, наверное, что не способно что-либо осознавать. Будем ждать окончания специальной военной операции, единственный способ наказать животное. На этом все, встретимся завтра на Дневном рубеже.